С 1 ноября вырастут детские пособия и надбавки к пенсиям. Увеличится размер прожиточного минимума. На одного человека сумма составит 339 рублей 83 копейки. Это почти на 3,5% выше прежних выплат. Социальная поддержка всегда остается в числе приоритетов в государственной политике. В годы исторической памяти в Беларуси создали 17 военно-патриотических клубов для детей на базе воинских подразделений МВД, Минобороны и Погранкомитета. Особый акцент на поисково-исследовательскую деятельность. Молодые люди учатся оказывать первую медицинскую помощь, знакомятся со стрелковым оружием и обучаются рукопашному бою. Беларусы должны уплатить транспортные налоги и имущественные платежи до 15 ноября. В этом году есть изменения. Если раньше уведомления приходили только тем, у кого две и более квартиры в собственности, то теперь это касается и тех, у кого одна жилплощадь. Подробности можно узнать на официальном сайте МНС. Более 6,5 миллионов белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19. Параллельно прививают и от гриппа. Эффективность действия препаратов в таком случае не снижается. Противопоказанием относят лишь индивидуальные особенности, которые определяет врач. В стране продолжает действовать запрет до 15 апреля на вылов всех видов рыб на зимовальных ямах. Это связано с тем, что водные обитатели в холодный период становятся легкой добычей. Плюс у некоторых начинается период нереста. Главная задача – сохранить их популяцию. С ноября под ограничение попадают СОМ Обыкновенный и Чудскую СИК.